Всем привет! Мы сегодня снимаем на автосалоне Hyundai Motors, Автоберег, Бальзака 7. Позади меня стоит один из лучших продавцов Украины, Юра Девяткин. Собственно, я был второй в списке. Ну да ладно! Мы сегодня по поводу коны, да? И это самый настоящий успех, потому что автомобиль наконец-то добрался до официального украинского рынка. По состоянию на 10 утра у нас запас хода 228 км в режиме эко. Аккумулятор заряжен на 83%. Ну и пока я еду за нашим оператором, можете успеть подписаться на канал. Привет! Вот уже 5 часов вечера и нам есть что рассказать о новом Hyundai Kona, на котором мы проездили практически весь день. Практически все бренды на сегодняшний день имеют своего представителя в классе субкомпактных кроссоверов. Это и новенькие Suzuki Vitara, и Renault Capture, и естественно Citroёn C4 Cactus. Естественно, корейский автомобильный производитель тоже захотел свою часть пирога от этого сегмента рынка. Прежде всего появился Kia Stonic в 2017 году. Позже показали абсолютно новый автомобиль, как бензиновый, так и электрический Hyundai Kona. Презентован автомобиль был в качестве стилизации на героя Marvel Железного Человека. И всего-навсего через год после старта производства автомобиль попал к нам в Украину. Автомобиль базируется на платформе уже знакомой i20 Estonica. Но в электрической версии машина получила заднюю независимую подвеску, как у полноприводной Kona с бензиновым и дизельным агрегатом. Это очень важный момент, потому как на сегодняшний день в этом классе электромобилей с прогрессивной подвеской очень мало, можно сказать, считанные единицы. Что касается внешнего облика, то автомобиль, безусловно, ориентирован на молодежь. Из Kona пытались сообразить некий кроссовер, обширное внедорожное листва, выраженное антикрыло, рейлинги, двухэтажная оптика, аэродинамические колесные диски. Безусловно, автомобиль получился ярким и своеобразным, но выбирать все равно вам. Итак, чем же отличается электрическая Kona от обычной? Прежде всего, это видно с фасада автомобиля. Решетка радиатора как бы заглушена полностью рельефной глухой стенкой. За этими панелями находится зарядное устройство. Естественно, европейский манекис. И он дополнен разъемом комбо для быстрой зарядки в пределах 50-100 кВт. Форма оптики, специальные воздухозаборники для отвода потока воздуха от колесных ниш. Аэродинамические выступы на зеркалах, на задних арках колес. Специальные колесные диски с пластиковыми вставками. Все это создано для того, чтобы автомобиль максимально эффективно двигался в потоке. Помимо прочего, здесь абсолютно плоское днище, закрытое защитой, под которой находятся аккумуляторные батареи. В данном автомобиле емкость аккумулятора 39 кВт. Следующая комплектация идет 64-киловаттная. Исходя из тестов, проведенных по циклу ВЛТП, автомобиль с 39 кВт на борту может проехать порядка 312 км. Ну а 64-киловаттная, как вы видите, 450 кВт. Это написано на борту нашего автомобиля. В целом, выглядит как кроссовер, габаритами хэтчбэк. Чтобы вы могли себе детальнее представить, как выглядит Kona, не видя ее снаружи. Живьем могу вам предложить сравнивать ее габаритно, скажем, с Renault Captur. При длине 4180 мм, ширине 1800 мм и высоте 1568 мм, Hyundai Kona Electric является довольно небольшим автомобилем. Тем не менее, его масса 1700 кг за счет весомых аккумуляторных батарей. На этом, в принципе, по внешнему виду можно заканчивать. Давайте посмотрим, что у него внутри. Kona очень лаконично в салоне и достаточно комфортно, несмотря на свои скромные габариты. Прежде всего, радует несколько вертикальная посадка, как для городского автомобиля, потому как, безусловно, это положительно влияет на вашу обзорность. И, конечно же, за комфортное времяпрепровождение за рулем. А мы-то уж сегодня постояли во всех киевских пробках, которые только есть. Что касается интерьера Hyundai Kona, то его можно смело назвать сдержанным. Да, черный с серым на сегодняшний день. Это немножечко скучновато, но, с другой стороны, довольно практично и не марка. Из позитива. Кресло регулируется в достаточно большом диапазоне. Рулевая колонка имеет степень свободы и по вылету, и по углу. Материалы. Мягкий пластик, жесткий пластик. Жесткий пластик, жесткий пластик. Ну, зато перфорированный пластик. В целом, для категории средних вот таких вот маленьких кроссоверов, это терпимо, простительно. Но хотелось бы, возможно, в будущем что-то более качественное. Оживляют, безусловно, интерьер такие элементы, которые позаимствованы от Hyundai i30. Это очень удобное анатомическое трехспицевое рулевое колесо. И вот этот вот интереснейший элемент, парящая консоль между водителем и передним пассажиром. По сути, вещуга уникальная, потому что у бензиновой и дизельной версии такого точно не будет, так как здесь необходимо установить рычаг переключения коробки передач. В коне же электрической здесь всего четыре кнопочки. Вперед, назад, ну и, собственно, паркинг нейтраль. Не самое интересное решение с точки зрения драйва, потому что ощущение движений правой рукой чем-либо... *** Есть подстаканники, есть подогрев сидений, есть подогрев руля. Приятно, электромобиль, как всегда, оснащен хорошо. Здесь у нас находится ряд кнопок, которые отвечают за системы активной пассивной безопасности, за включение-выключение автоматического режима зарядки транспортного средства. Есть очень интересная кнопка VESS. Как выяснилось, она то включает принудительно, то отключает имитацию звукового сопровождения движения транспортного средства. Кнопка Power достаточно лаконична и проста. Из особых органов управления скорее только щиток приборов и особое подменю в мультимедийной системе, о котором чуть-чуть позже. Не лишена кона и комфорта для задних пассажиров. Вот только порадует эта новость, скорее всего, ваших детей, а не взрослых друзей и знакомых, потому как даже при своем скромном росте в 176 см сижу я за собой, ну, просто вот сижу. Достаточно высоко поднята спинка, не упираюсь я коленями, но человек ростом выше 180 уже точно будет чувствовать себя неуютно. А вот для детей здесь раздолье. Есть подлокотник с подстаканниками, естественно, есть крепление ISOFIX для детских кресел. В принципе, ну, да, нет воздуховодов, нет подзарядок, нет USB-портов. Возможно, это присутствует в более дорогих версиях, но, к сожалению, это пока неизвестно. В Украину премиум, я так понял, еще не заявили. С другой стороны, автомобиль с запасом хода в 312 км, который проектировался как исключительно городской автомобиль, наверное, и не должен иметь каких-то излишеств на втором ряде сидений. Багажный отсек Коны также рассчитан разве что для поездок по супермаркетам. Безусловно, здесь есть около 330-340 литров, возможно, несколько больше. Точные цифры я, к сожалению, забыл, признаюсь. Тем не менее, багажный отсек очень грамотно реализован. Есть жесткая, хорошая крышка здесь. Есть органайзер под мелочь. А здесь размещен довольно емкий еще один органайзер для зарядного устройства и ремкомплекта в случае прокола покрышки. Комплектуется Коно вот таким зарядным устройством. С одной стороны 220, с другой манекес. Ну и заряжать, конечно, в домашних условиях от 220 мучительно долго. Поэтому прежде чем покупать электромобиль, рекомендую сделать выделенную сеть от трех фаз, одну фазу и рассчитывать на 7,5 кВт зарядку. Вот тогда эксплуатация будет дарить удовольствие. И под капотом у нас классическая для электромобилей имитация двигателя внутреннего сгорания под вот такой вот красивенной пластиковой крышкой, из которой торчат оранжевые провода. В целом и в общем ничего нового. Просто выглядит немножко иначе с точки зрения дизайна, если мы сравниваем с другими автомобилями на электротяге. Тем не менее, стоит заметить, что Коно Электрик Драйв это не самостоятельный, созданный как электромобиль, автомобиль. Это все же заводская безумно качественная переделка традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в электромобиль. Как в случае с Мерседес Б-класс Электрик Драйв. Соответственно, автомобиль не получил легких металлов. Он весь железный. Возможно, из-за этого его позиционировали как автомобиль железного человека. А может быть и нет. Места под капотом очень много. Здесь, естественно, должен был быть другой мотор с традиционной коробкой трансмиссии. Но корейцы-красавцы, они сделали классный продукт, имея то, что у них есть. В отличие от того же Ниссана, который разрабатывал электромобиль с нуля. А теперь им очень-очень дорого создать еще один автомобиль с нуля. Поэтому они пытаются усовершенствовать то, что у них есть. Так, уже почти половина восьмого вечера. Соответственно, мы можем подвести некую черту. Сейчас на одометре 333 километра. А значит, мы проехали 122 километра за сегодняшний день. В начале дня у нас было 83, если не ошибаюсь, процента запаса хода. Осталось 36. То есть мы потратили 47 процентов заряда. Средний расход при очень рваном режиме, проехав все пробки от Троещины до Позняков, от Позняков до Харьковского шоссе, обратно через столичку на Печерск, через Печерск в центр. С центра снова на Харьковский. Вот мы снова на Позняках и сейчас поедем на Троешку. То есть мы собрали буквально вот все такие грандиозные мостовые пробки города-героя Киева. Тем не менее, 15,9 киловатта в час на 100 километров. Бортовик также сообщает, что это последний заезд. Ага, 121,5 километра. Мы проехали в среднем 15 киловатт в час на 100 километров. Время движения на сегодняшний день 7 часов 40 минут. И, кстати, очень интересная статистика. 84 процента времени движения я ехал очень экономно. 14 процентов нормально и всего 2 процента агрессивно. Ну, собственно, заряда осталось 36 километров. У нас в запасе 95 километров, если ехать спортивно. Либо 101 километр, если ехать в экономичном режиме. Эко плюс включал один раз. Очень скучно оказалось. Решил, что это не является необходимым. Поэтому и сбегал. Итак, мы можем констатировать факт, что на 10 процентов заряда аккумулятора автомобиль проезжает плюс-минус 30 километров. Соответственно, 100 процентов заряда аккумулятора около 300 километров. Это сходится с циклом ВЛТП. Безусловно, ВЛТП несколько идеализирован. Но то, что данное транспортное средство с аккумулятором в 39 киловатт способно преодолевать 270-300 километров, можно констатировать. Что будет с 64 киловаттным автомобилем? Я думаю, будет то же самое. Тут вот какая ситуация. 64 киловаттник отличается от 39 киловаттки тем, что 39 киловаттка лишена некоторой емкости. Отсутствием ячеек. Но инвертор тот же самый, электродвигатель тот же самый, крутящий момент в 367 номов тот же самый. Мощность у 39 киловаттной версии несколько урезана. Это всего 100 киловатт. Это приблизительно почти 140 лошадиных сил. А у 64 киловаттного автомобиля 204 лошадиные силы. В принципе, с учетом того, что более мощному мотору будет немножко легче тащить на 150 килограмм подросший автомобиль, плюс ряд нюансов, я думаю, что заявленные цифры практически сходятся с реальной жизнью. Но они точно так же сходятся и у Лифа. То есть прямая конкуренция налицо. Что касается мультимедийной системы. Безумно просто. Безумно просто. Это подкупает, потому что, во-первых, все очень правильно русифицировано. Хард-кнопки, в них попадать можно вот просто вслепую. Абсолютно никто не выдумывал никаких сверхъестественных крутилок. Все очень грамотно, все очень доступно. Пиктограммы читаются очень правильно. Есть особый режим по датчикам электротяги. Ну, как бы, да, вам видно, какая батарейка. Вы можете настроить зимний режим, что-то включить, что-то отключить. В целом, и в общем, стандартный набор. Что важно, автомобиль имеет Apple CarPlay, Android Auto, начиная с базовой версии, с вот этим небольшим монитором. Радио работает, шумоизоляция, ну, с другой стороны, это не премиум сегмент. С другой стороны, как бы, не все электромобили имеют хорошую шумоизоляцию, что, конечно, странно. Но шумоизоляция имеет вес буквальный. Вот, электронный щиток приборов. То, что он меняется в режиме от режима движения, либо же это Comfort, либо же это Drive Mode Sport, либо же это Eco. И если мы зажимаем эту кнопочку, то получаем Eco+. В Eco+, у нас, естественно, отключается климатическая установка. Ну, и все становится очень таким медленным, плавным и валким. Больше всего мне понравилось ездить, конечно же, в Comfort и в спорте. Об этом чуть позже. Замечания по поводу мультимедийной системы. Я немножко не понимаю, если человек купил Konu, зачем ему постоянно показывать Hyundai Santa Fe, который он не купил. Ну, я не знаю, почему нельзя было нарисовать Konu, как это делают все бренды. Вот, там, клацаешь MBT, BMW, видишь BMW, Mercedes GLE, GLE, GLE Coupé, GLE Coupé. Ну, в общем, логику вы поняли. Я не знаю, почему вот они так сильно гордятся Santa Fe. Я думаю, это Santa Fe. Тем не менее, вот такая вот штуковина есть. Чуть-чуть, ну, где-то какие-то шатания. Нет, такого здесь нет. Все максимально удобно, все максимально комфортно. Быстро садишься за руль, ориентируешься в пространстве, ориентируешься в посадке. Все супер. Ну, и, конечно же, после того, как целый день ездишь по всем пробкам киевским, ты начинаешь понимать, комфортный ли это автомобиль. Является ли он тем автомобилем, в котором вы готовы целый день куда-то ездить. Hyundai Kona Electric – это, безусловно, безумно динамичный автомобиль. Буквально ураган эмоций, потому как 360 ньютон-метров крутящего дают нам возможность не просто обгонять и перестраиваться в потоке в любой момент времени. Это и признак безопасности, и признак очень классного настроенного шасси. Что не радует в этой машине, так это некоторая недосказанность в обратной связи рулевого управления в режимах комфорт, эко и эко плюс. Да, действительно, в спорте руль становится отзывчивым, приятным, наливается некоторой тяжестью, и все становится на свои места. Но, имея такой запас динамики, при недостаточной поворачиваемости, 1700 кг веса, хочется большей обратной связи в обычных режимах вождения. Безусловно, положительными факторами является то, что здесь жидкостное охлаждение аккумуляторной батареи. Соответственно, зимой запас хода будет уменьшаться не так, как на тех же лифах с их воздушным охлаждением батареи. У автомобиля масса удобств. Очень удобно управлять режимами рекуперации через подрулевые лепестки. Эту фишку Hyundai явно подсмотрел у Mercedes B-класса, ведь это самое грамотное решение. Левым лепестком вы как бы понижаете передачу, увеличивая степень рекуперации. И автомобиль может вплоть до полной остановки замедлять свое движение. Правым же вы отпускаете автомобиль и тем самым добавляете динамики в накат своего движения. Hyundai Kona Electric не является ярко выраженным женским автомобилем. Это безусловный плюс. Он скорее молодежный и подойдет для небольших семей, даже как единственный автомобиль. Потому как даже при малой батарее в 39 кВт автомобиль способен отвезти вас на небольшой отдых за город и вернуть обратно. Благо количество зарядок вокруг Киева и области уже это позволяет. Если же вы ищете электромобиль прямо сейчас и готовы его покупать, то присмотреться к Kona это очень правильно, потому как лучшего конкурента для лифа найти сложно. И поверьте мне, я торгую лифами, теслами, шевроле болтами уже очень много лет. И всего лишь один день за рулем Kona заставил меня понервничать по поводу оставшихся на витрине лифов. Все же выбор лучше вам делать самим. За что голосовать собственным кошельком. Езжайте в автосалоны. Например, там где мы взяли вот этот автомобиль на Бальзака 7. Берите автомобиль на тест-драйв, общайтесь с менеджером, сравнивайте, попадайте на тест-драйв Nissan Alif. Можете связаться со мной, я вам устрою. И уже делайте выбор сами из своих собственных потребностей. На этом будем заканчивать наш обзор. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. До новых встреч!